всех приветствую всех кто присоединился и будет еще присоединяться сегодня у меня в телеграм-канале блистательная наталья дудова она я думаю что расскажет про себя я знаю что она очень красивая талантливая женщина девушка эксперт на очень красиво танцует и что-то такой интуитивный танцы да или как это называется а так разрешить говорить вот так что ты еще представься и расскажи о себе поподробнее потому что я видел что ты танцуешь я знаю что ты крутой эксперт дорогая всех рады приветствовать на я пасным по своей основной профессии доктор и эксперт комплексного оздоровления организма потому что пропустила ты через себя из больной девочки из кучи диагноз здоровую цветущую и учу этому людей уже более чем семи странах мира очень успешно много лет это одно из моих направлений потом другое направление это я бизнес-наставник потому что очень много людей у них появилось желание жить таким же силам как я и помогать людям по здоровью и развивать свою команду соответственно я так уже преобразилась бизнес наставника потом на этом и трансформации не закончились потому что в моем большинстве большинстве моей команде это девушки они начали спрашивать как ты умудряешься вмещать личную жизнь работу учебу как ты все это делаешь я такая думаю так ну пора по ходу что-то другое преображаться и так и стала женским наставником трансформационным коучем и попозже уже у меня открылись энергоцелитетские способности я особо это не планировала просто знал что когда-нибудь это произойдет и в общем она сама как-то произошло и таким образом я получается развиваюсь в таких вот четырех направлениях и они прекрасно друг друга дополняют и что самое главное что женщина получается приходя ко мне обретают не просто подругу а такого специалиста сразу во всех направлениях таких самых главных жизненно необходимых да как во здоровье деньги женственность исцеление что обычно интересно всем волшебницам юным особенно ну и конечно же тоже как ты запомнила я танцую это пока что не основная какая-то моя деятельность которой занимаюсь но возможно раз ты так запомнила возможно тоже впереди меня что-то здесь очень интересное ждет еще я пою поэтому очень такая разносторонняя девушка я бы так сказала поэтому ты меня приглашала пойти попеть в караоке да ну посмотрим как да ты говоришь семи странах было какие страны или ведешь деятельность это что за виду виду у меня это мои партнеры и украина Канада какие там еще страны Латвия Белоруссия ну вот такие вот основные вот страны в которых у меня сейчас партнеры с которыми я работаю это в основном девушки сейчас у меня цель мужчин у меня уже появляются мужчины и клиенты и партнеры поэтому надеюсь что скоро у меня будет такая целостная команда инь-янь мужское и женское вот а сама и вообще благодаря родителям слава богу путешествую с нуля лет в прямом смысле поэтому стран повидала огромное количество все благодаря папе и маме так у тебя звука нет леночка на понятно это я могу тоже путешествие конечно невероятно расширяет детей это я по своему младшему даже сыну знаю который с нами всегда ездил везде который мы в две недели когда мы было поехали в кваква парк москве который и ко мне люди подходили говорят а что с такими пускают агромешний собачки не с лягушонком а кто мне сюда не пустит что таким пускают или в сауну ходили там много сал а что таким можно я говорю а почему почему таким нельзя я им не говорила что я дома рожала воду и беременная ходила в сауну и выполняла практики с мужем и в проруби купалась то есть а то скажешь совсем куку тетя куку да точно а если мы про деньги то это тоже какие-то границы да и вот с ребенком и ездили везде и он садик приходил и рассказывал я знаю это мне другие говорят я знаю где есть магазины где много-много игрушек ему говорят где он говорит в аэропортах в аэропортах много-много игрушек и маленький говорил в 3-4 года давайте полетим в дальние страны я хочу в дальние страны мы летали и продолжаем летать вот так хорошо восхищаюсь такими мамами как ты и кстати лен тоже очень приятно лена старк которых тоже приятно вас видеть и вот это так очень ценно когда люди с камерами да так и у нас сегодня запрос твой да мой запрос это что он не мешает так скажем ну финансовая сфера пробить мой потолок ой тамара привет вот пробить мой потолок выйти на новый финансовый уровень да привет так скоро с тобой тоже встретимся так хорошо ну давай если ты можешь озвучить озвучь какая сумма у тебя сейчас до в месяц из чего состоят услуги и что ты хочешь у меня получается что общий суммарный доход в месяц сейчас варьируется где-то 150 180 тысяч примерно и второго просто хочу да да сколько ты хочешь каких услуг еще раз прям конкретно первое второе третье источники на смотри значит первое это то как я эксперт по здоровью то есть консультации и сопровождение соответственно второе это бизнес-наставничество и моя команда соответственно с которой я помогал которым я помогаю развивать свой растущий доход третье направлении это женский наставник женский коуч здесь личная работа да и какие-то курсы и групповое личное наставничество в них и соответственно четвертое направление вот по исцелению здесь пока курсов пока еще нету но то есть они планируются есть уже очередь на них у меня в том числе но здесь я работаю лично то есть вот так вот получается но еще какие-то могут дополнительно приходить знаешь типа подарочки там не знаю просто перечислил подарок но я не знаю все это такие моменты бывает тоже так ну а пассивного у тебя нет до дохода никакого нет нет а кстати у меня еще инвестиции есть точно я забыла про это вот есть да забыла ведь я просто редко этим занимаюсь я такой инвестор пассивный в общем очень закинула там что-то она там крутится я так это жду я тебя понимаю я тоже пассивно а понятно так и хочешь ты то есть сейчас 150 180 хочешь да я хочу значит смотри вот темен говорит так если я неправильно помню что первая ступенька помню 100 потом вторая 300 и потом уже соответственно миллион да вот соответственно у меня задача выйти свыше 300 вот как цель номер один ну самое простое то где-то на 50 70 процентов увеличить вот самое простое да просто вот кто-то говорит у меня 50 хочу 500 это как бы это сложно да это важно мы же про подсознание до про бессознательное то важно продать самому себе идею бессознательному подсознанию что как важно вот выйти вот на такой уровень ну самое простое скажу тебе по себе по своему опыту подними чеки на все вот если у тебя нет если у тебя на одном и том же уровне все время идет это я про себе да вот я грым пробит там у меня бизнес-центр москвы был будучи приезжий да и своем питерском институте биосенсорной психологии два года я была на крутом курсе по бизнесу там был самый крутой продвинутый и на сопровождению своего руководителя владимира тонкого несколько лет так вот и деньги вдруг застряли и они к тебе не идут первое что ты можешь делать это повысить чек многие наоборот да вроде нелогично да кажется но никто не идет надо немножко пониже пониже нет расскажу историю про себя да хотя понятно что пригласила гостя теперь про себя да ну немножко раз это очень ценно мне кажется любая личная история она как раз таки показывать и более ты же знаешь потоки приходит такое что именно ценное другому человеку я думаю всем девчонкам будет очень ценно все кстати рада еще видеть кому не поздоровалась от вот расскажу историю про себя да например там у меня тут участница моего клуба генбогатство да на нажиме и нет девушка а вот у меня много лет сопровождение было определенная сумма денег я не стесняюсь 60 тысяч рублей пример но не к примеру а так и было это мне мой руководитель до питерский институт и у него много учеников в москве но чаще всего отправлял ко мне да там питер есть миллиардер скворцов очень известный да там он на встречу приезжал кофе попить пришвартовался на своей яхте да ему готовы что там это я кофе попить меня тут друзья ждут вот и дочка скворцова у меня было несколько месяцев на сопровождении а сейчас мы с ней ну так разово встречаемся так вот и он тогда говорит ну много не это она не заплатит ну тысяч 60 возьми с нею это было несколько лет назад и несколько лет я брала по 60 тысяч рублей за сопровождение и периодически но можно было разбить да там на год еще как-то частями и уже эта сумма но не давно не актуально например да как важно оцифровать когда мы видим цифры тогда ты видишь какой-то результат я прошлом году говорю вложила почти 2 миллиона рублей в себя и вот эти какие-то изображения сраные 60 тысяч но это не соизмеримо когда я я пришла на крипту учиться до криптоинвестором чтобы стать но я пассивный то я купила просто два хаба там что-то деньги капают на зайти посмотреть и все до лежат муж там туда-сюда туда там продам плечо там мне лежат дивиденды пришли зашла ой 9000 пришло дивидендах ой 4000 ой где там ну те которые платят акции мне там немного но есть да там два счета так вот время идет я в себя вкладываю 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 а беру какие-то сраные 60 тысяч рублей но это несоизмеримо понимаешь и почему я говорю да если деньги к тебе не идут а все так же так же повышай чек я разозлилась чё за хер такая неужели я такая какашка никчемная абсолютно что какие нахрен 60 тысяч там я на себя разозлилась плюс еще фильмы смотрела да там с косенко и прочее про специалистов и прочее прочее читала с программой работала да там что нахрен никому не нужна не я не мои консультации него сопровождение не мой наставничество не мой клуб ген богатства читала читала повыси чек и повысила чек и ко мне тут же пришел мужчина на бизнес сопровождение обычно ну как ты гриш женский до я раньше тоже говорю что женский коуч но ко мне мальчики тоже приходит и у меня в клубе вот ирина да вот здесь сидит она у меня на сопровождении в клубе у меня до этого был клуб ежевика ежедневная женская википг sq Я говорила, что я про девочек и для девочек. Но мужчины ко мне тоже идут. Я уже не стала говорить, что я женский психолог. Я психолог для всех. Вот у Ирины муж тоже, да, у меня в клубе. Периодически, проживая в Москве, он ко мне на консультации приезжает. Не так часто, но когда какое-то знаковое у него событие или хочется денег больше или ещё что-то, он приезжает, и всё у него меняется. Так вот, я повысила чуть-чуть чек вроде бы, процентов на 30, скажем, 25-30. Ко мне пришёл мужчина на бизнес-сопровождение, а до этого женщины на отношения, деньги как бы, да. А это пришёл мужчина другого уровня, у которого куча проектов. Я потом договорилась, что с каждой сделки давай какой-то маленький мне процент, минимальный, чтобы я тоже, потому что я в этом участвую, чтобы у меня был интерес. А то мне-то пофигу, там, идуть. Ну, как бы я там забаламутила, он такой взялся, а-а-а, пошло, попёрло, попёрло, да. Так вот, а потом я ещё посмотрела и думаю, чё за херь, ну, там было 60, стало 78, да, ну, тоже, ну, несоизмеримо 78, я больше даю. Я думаю, 120 меня вполне устроит в месяц. А если даже на год разбить, да, сложно. Вот любой, да, ко мне же не только москвичи идут, из Смоленской области, там, из Челябинска, отовсюду. Иду, да, там девушка с Украины была несколько месяцев на сопровождении. Так вот, если разбить, ну, 10 тысяч в месяц, ну, практически любой человек может заплатить. Так деньги же увеличиваются. Вот Ирина тут сидит, да, она у меня неделю была на сопровождении, ей 300 тысяч капнуло на карту. А человек не готов, да, вот мы про деньги, про расширение, сейчас мы про это тоже поговорим. И она говорит, я не знаю, что мне делать, радоваться или нет. Говорит, ты ко мне за деньгами пришла, тебе в ближайшую неделю 300 тысяч упало. И ты не знаешь, что тебе делать, то есть вылезает опять программа, да. Страх потерять, ой, что мне делать, бежать, снять с карты. А вдруг их заберут, а вдруг, то есть вот это всё программа, да. Это человек, причём крутой проработанный, с которым мы уже годами работаем. Представляете, а менее подготовленный, да. Там же у человека паника. Так вот, это ещё деньги про вместилище. Итак, первое, что важно делать, если ты специалист, у тебя много разных программ и прочее, повышать чек. Возможно, у тебя чек, который, ну, тебе нужно дойти, и чтобы было внутреннее, да. Я когда вот, у меня вот пробомбило меня, что, ну, я чего, я чего, я столько в себя вкладываю, и реально крутые результаты со мной. И почему мне такой смешной этот чек и годами, да. И говорю, только повысила, человек пришёл. Сейчас повысила, ко мне ещё несколько человек, да. Я сегодня, говорю, проснулась, у меня девушка пишет, женщина, вот она на новый чек идёт. Ирина-то хитрая, говорит, можно я к тебе постараться, нет. Я говорю, ну, тебе можно, да. Ладно, уже много лет со мной, уже в моей тени. Они там с мужем работу поменяли, да. Уже была говноработа у одного другого. Сейчас уже важный управляющий. Хау. Вот, говорю, да, тебе можно. А вот сегодня женщина меня с утра разбудила, да, смотрю сообщение там. Ну, не разбудила, я взяла телефон, первое, что увидела. Хочу на сопровождение. Деньги будут 23-го там, да, нормально, уже созвонили, всё, она у меня на сопровождение. То есть только я приняла решение внутреннее, но это должно быть твоя готовность. Если, знаешь, есть там специалисты, которые, ну, просто тупо из головы хочу поднять. А у меня до меня просто дошло, что я туплю, что это неправильно. Я в себя гораздо больше вкладываю и гораздо больше даю, чем на какие-то сраные 60 тысяч рублей. Вот. Поэтому если ты чувствуешь, что это соответствие, я там в чате наставников выложила. Чермен говорит, я тебе верю, да. Просто, говорит, есть, да, бывает, повышают, а внутренние не готовы. И поэтому ни хрена. И потом повысили, никто не пришёл и понизили. А если я чувствую, что да, да, то есть первое тебе такое подними цены, и ты посмотришь, да, а может быть у тебя тоже пойдут люди активно, вот, и мне и пишут, и приходят, и прочее, прочее, вот. Так вот, это первое, да, где тут, господи, ядерное. Мне уже, что-то я написала, чтобы у меня мысли не прыгали, но уже тетрадка, а, вот упала, уже всё вот так вот. Так вот, чтобы были деньги, да, классика жанра, что нужно делать? Первое – это финансовая грамотность. Не считать, от слова не считать. Ты считаешь, сколько пришло, сколько там ушло? Да. Я это делала, да, я взяла себе финансового эксперта на год, и год он меня вёл. Но я больше взяла даже, чтобы акции, облигации, но он, подожди, не спеши, пока он, подожди, не спеши, я уже сама без него открыла, напокупала всего там, у подруги там, чего брать-то, сама где-то интуитивно, потому что интуиция – это про доверие к себе, так как я биосенс, биосенсорный, да, чувствующий, слышащий, видящий. Вот я, конечно, там, напокупала, да, какие-то там непонятно что, но, в принципе, всё хорошо. Я бы слила эти деньги. Я за год 500 тысяч вложила, я бы их не заметила, как я их слила, да, а они и в акциях, и подушка безопасности, и в облигациях, и в фондах, вот. Про финансовую грамотность обязательно откладывайте, обязательно. Я пошла чуть дальше. Финансовую грамотность, да, читать. У меня CoinKeeper был, сейчас его там закрыли, да, там, ну, можно другие кучи приложений. Я пошла немножко дальше, да, говори. ZenMoney, кстати, классное приложение, я тоже CoinKeeper удалила, скачала ZenMoney. Мне намного больше нравится, чем CoinKeeper. Так вот, и даже больше и лучше я пошла дальше. Не читать расходы, не обращать на них внимания, да, на что ты обращаешь внимание, то ты усиливаешь многократно, как стрела, которая летит к цели, она не видит, что происходит вокруг. И я считаю, каждый день пишу только, сколько мне пришло денег. Если вообще ничего не пришло, я пишу ноль, а так-то не хочется писать. Поэтому моя психика бессознательная, она ищет. Я каждый день вот пишу, сколько мне чего уж пришло, да, каждый день, каждый день там. Вот, и с программами, и опять, смотри, деньги не обязательно зарабатывать. Я про это говорю, потому что кто-то говорит, там, я заработала, а можно их просто получать. Они могут просто прийти. Да, вот как вот девушка пошла на сопровождение, 300 я, она их не заработала. Они к ней пришли, да, ну да, там на что-то пришло, что-то там она, там это, но всё равно у неё оставится нормально, останется этих 300 тысяч-то. Так вот, я тут как-то ехала, меня периодически зовут раз в месяц, где-то в мытище езжу на электричке, потому что это быстро, без пересадок, без всего. Как психолог, да, консультирую, и я еду и думаю, а у меня на этот день никто не записан. Ни на массаж, ни консультации, ничего-ничего, не остеопатия. И я еду и думаю, а мне платят за выезд, там, 10 тысяч рублей, да, то, что я приезжаю там на полтора-два часа. Я еду и думаю, а у меня сегодня никто не записан. То есть сегодня придётся ноль стараться. Моё бессознательное, то, что я пришла, вроде просто поговорила, да, а на самом деле там с руководителем с этим, да, мы решаем огромное количество. И с персоналом, и с ним, и с ним доведение. Вроде философская беседа, поговорили приятно за кофе с конфетками. У него что-то там прояснилось, и 10 тысяч, я думаю, так как? Я же еду, мне же 10 тысяч заплатят. То есть вот в голове, да, программа, это у многих, что деньги надо зарабатывать, что руками или работай, да. А вот так вот поговорила, деньги пришли, вроде как, какой там заработок. Елена, у вас там холодно, что ты в шубе ходишь. Да, он, боже, бедный ребёнок. Надо ещё водой холодной обыкнуть. Помнишь, я тебя советовала в купальнике или без купальника? Мужики набегут, скажи. Ну да, да, я помню, Елена, спасибо. Я прям это, пока что в бане холодной водой, но я все твои советы помню, они бесценны. Спасибо. А ты облейся на улице, и сразу мужики набегут. Ещё выложи потом сториз. Скажи, приходите каждое утро в 7 утра, такое увидите. Так вот, благодарю, очень приятно. То есть в голове, да, вот работа с программами, да, первое, это мы про обязательно финансовую грамотность, это откладывать обязательно. Ты откладываешь, да, подушку обязательно откладываешь всё. Вот. А второе, это вот психология, работа, да, обязательно программы, ограничения. Я вроде там и то, и то. Я пока миллиона в месяц не получаю, да, но надо посчитать, сколько будет. В этом месяце, в прошлом месяце было, позапрошлом надо посчитать, посмотреть динамику. Ну, вот этот месяц, да, будет бомбический, конечно, потому что я сама себе позволила, потому что сама на себя разозлилась, и вот как-то так и приняла решение вот так. Поэтому обязательно психология, вот ловить как тараканов эти программы, да, вот у меня. Мне сегодня ничего будет записать. Ну, какие, ну да, еду, ну, 10 тысяч. Так я после того, как это поняла, мне ещё больше накапало. 6, что-то 4, 3 там, и у меня 20 с чем-то, с хвостиком пришло. Только потому, что я осознала, а деньги это же как правильно, да, получаешь, да, как говорят, если вы такие умные, почему вы такие бедные? Если у человека не всё вот здесь вот нормально по полочкам разложено, у него не будет денег много, да, столько, сколько он хочет. Но как только ты что-то осознаешь, принимаешь решение, и как бонусом тебе вселенная даёт премию. На, получи, ты молодец, ты классная, получи, я горжусь тобой, ты получаешь. И мне, говорю, больше этой десятки ещё насыпала, да, пожалуйста, да, чтобы я поняла, раз я поняла, что не обязательно руками что-то делать, да, или ещё что-то, что деньги не только зарабатываются, они могут прийти. Вот, это про психологию. Дальше про энергию, конечно же, это ты тоже знаешь, что чем больше уровень энергии, тем больше ты получаешь, да, люди идут на энергию, все так или иначе хотят что-то поиметь. И человек-сопля никого к себе не притягивает, да. Если есть такое состояние, ну да, где-то, может быть, полежать на полнице, пойти потанцевать, да, заняться любимым делом, попеть, потанцевать, покайфовать. Вот когда я вау, люди притягиваются. Это у меня тоже было. Надо, надо, надо. Женщина через хочу, да, через расслабление. И муж ехал в Крым на охоту с собакой, а с ним должен был ехать его напарник по работе, по бизнесу, бизнесмен тоже. А тот что-то ковидом заболел. И я мужу говорю, хочешь мы с тобой поедем с сыном, что-то и сына на дистанционку, и какие-то каникулы. И у меня, смотрю, по работе тоже, вот, и у меня такое вот состояние такое, потому что за мной там движуха, там индивидуально, группы, 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 да, за мной огромное количество людей, которых, ну, там, где-то я пинаю, где-то на себе тащу, где-то еще, и они на мне все равно так или иначе катятся на уровне моей энергии. Мне важно быть заряженной, как пушечка. Я такая что-то подуставшая. Мужу говорю, хочешь мы с тобой поедем? Он говорит, хочу. Я посмотрела, что все складывается круто. И мы поехали первый день, там, второй, третий, и потом после трех дней, наверное, я просыпаюсь, я чувствую, охренеть, какое состояние города. Я наполнилась и думаю, вау, сегодня будет крутой день. Вот сегодня будет вот что-то такое бомбическое, я чувствую, потому что я наполнилась. И тут же я там с женщиной познакомилась, она из Москвы, но приехала сама местная из Крыма, она в машине, говорит, а хочешь поехали, посмотрим вальс цветов в Ялту, там, часа два ехать. Хочешь? Я говорю, хочу. Она с сыном, я с сыном, муж на охоте, я говорю, я поеду со Светланой вальс цветов смотреть в Ялту, ботанический сад. Я еду, мне пишет девушка, вот Ирина, которая сейчас у меня на сопровождении, она знает Александра, ей было 25 лет, сейчас уже она постарше, и она мне звонит, тоже у меня в клубе была, и на марафонах на моих. Лена, возьми меня на сопровождение, хочу отношения, хочу деньги, хочу, хочу. Почему она ко мне пришла? Потому что я сама чувствую, что я заполнилась. И у неё это давно зрело, вот это вот, что она хотела. И вот это вызрело, когда я такая, что ко мне можно притянуться. Потом позвонила другая, говорит, слушай, я хочу взять эксперта, как продюсер, и хочу крутой курс замутить. И почему-то я тебя вспомнила. Вспомнила тогда, когда я проснулась, вау, сегодня всё круто, сегодня я просто вот уже три дня я такая походила, наполнила, я чувствую, что у меня просто бомбит, у меня энергия прёт, я готова этим делиться, и сразу пришли. Поэтому для денег важна энергия. Когда человек такой, что-то как-то у меня вот так, да, ну вот как-то так себе история. Но когда ты заряженный, как пушечка, тогда к тебе идут. Важно себя наполнять. И привычки, конечно, да, сначала ты работаешь на привычки, потом они работают на тебя, это мы все так же прекрасно знаем. Вот, а по колесу баланса у тебя что? Вот, деньги ты говоришь, ну хотя бы там 5-6. Ты знаешь, что, единственное, мы про это даже с Александром Васиным говорили, он у меня наставник в академии, и у меня единственное, что западает это отношение, то есть у меня есть там мужчины, с которыми я общаюсь, там на свидание хожу, но постоянного мужчин у меня нету. И он мне прям сказал, говорит, иди туда, там твои деньги, в том числе. Потому что мне почему-то несколько мужчин даже говорили, что ты знаешь, Наташа, ты знаешь, на тебя смотришь, ощущение, как будто тебе будут деньги приходить через мужчин. Я еще такая думаю, думаю, ну, возможно, не знаю. Ну, то есть, вот это вот единственное, что я думаю, что важно действительно мне получить. Причем, что интересно, я еще хотела сначала пойти к тебе с этим запросом, потом я вспомнила, что я с этим запросом довольно-таки давно работаю, и на сцене сессии, где я работала с свидетеля, он и сказал, у тебя вообще ничего нет, что мешает. Вообще ничего. То есть, просто сейчас ты находишься в этапе, когда скоро оно придет, а ты сейчас просто наслаждайся. А сколько тебе лет? Класс. Ну, да, вот я почему спросила, потому что, ну, вот колесо баланса, не зря же, да, говорят, там спущено, там спущено, чуть подправишь, раз, колесико и покатилось, да. Да, многие не понимают, что мужчина тоже может быть источником дохода и денег, да, я вот из Академии девушку одну консультировала, она реально, я такого не говорила, я говорю, тебе просто вот, она красивая, там такая прям, сетра-та-та, ты просто муза для мужчины, твой источник денег, это мужчина, и твоя задача его всего лишь вдохновлять, все, и у тебя все деньги, все-все-все будет, вот, и кстати, ну например, да, у меня там, я когда-то прописывала желание и мечты, там, дом в Испании на берегу океана, я его сама купила, нет, появился мужчина, мой муж, да, и он купил, да, вот мы сейчас визу получим, полетим в Испанию, что-то давно мы там не были, уже пора полететь, и полетим в Испанию, как раз язык попрактикую, наполнюсь, там океан, а я прям водная-водная, я воду очень люблю, вода меня наполняет, так вот, и мужчина также источник дохода, да, может быть, просто часто женщины это забывают, Елена, Арах, ты помнишь, что мужчина источник дохода, да? Я тоже так чувствую, потому что оно прям к этому как-то идет, вот я не знаю, и тем более я, вот мне сколько люди с ним общаются, почему, наверное, еще мне так получается круто приспывать о всех направлениях, я потрясающий вдохновитель, просто, вот прям вдохновитель, от Бога, любой человек, который со мной пообщается, на любую тему, он прям чувствует, просто такой, потом заряд, готов идти и там творить великие дела. Так, я сейчас там микрофончики просто всем включаю, народ, 11 человек, да? Да, так вот, колесо баллов, я себе прям это, чтобы, говорю, у меня мысли не скакали, примерно, да, я на тебя настраивалась, так, с родителями, как у тебя, кстати? Прекрасно, просто вообще, вот это один из моих кейсов, почему я тоже пошла в коуче, потому что я из отношений, где вообще отношений не было, полные конфликты, непонимания, желания убежать, на конец света, никак в жизни не общаться с ними, пришла к тому, что полная идиллия, кайф, наслаждение, принятие, уважение, вообще просто огонь, сама не думала, что это возможно. Супер, ну вот это главное, потому что многие не понимают, да, ноги растут, пошла женщина на сопровождение, мы с ней на днях общались, и как с родителями, ну так, как, да, сегодня пообщались, и говорю, так, значит, работаем с родом, это важно, потому что я тоже сама, ист такой, у меня мама инженер, классика жанра, соответственно, без денег с папой развелись, когда я была ребёнком, и я всю жизнь прожила, не знала, как эта модель, в семье, что это такое счастливое, да, у меня не было это под боком, да, я всегда хотела, и, ну как я могу создать то, чего у меня нет, и благодаря психологии, да, всё по полочкам разложила, там, у меня там программа, да, есть там, то, что я веду для других, я сама в 32 года замуж вышла, за успешного мужчину-предпринимателя, сама уже стала, будучи не москвичкой, у меня был бизнес-центр в Москве, программа есть 30 плюс за 3 месяца, вот, потому что, да, это важно, если нет вот этой модели, семьи, и там, с родителями, если не очень, да, обиды и прочее, важно идти туда тоже, вот, это есть психология, важно это обязательно прорабатывать, и программа, 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 там, что для тебя, деньги, вот, у тебя вот откликается, да, тебе колесо баланса, чуть-чуть, чуть-чуть подкачать, и увеличить чеки, с энергией у тебя все хорошо, ты отдающая, принимающая, ты любишь подарки? самый недавно большой подарок у меня сделали, я еще так это, ну, вернее, это был не самый большой подарок, но один из, это была просто поездка на Бали, в самый шикарный отель, и просто вообще, вот, я так шикарно, еще никогда в жизни не отдыхала, хотя, мои родители, я вот благодарю за это, то, что я всегда жила в роскоши, с самого рождения, но там были моменты, когда падение, то есть мы там экономили, были всякие ситуации, но само, само начало было классное, и вот то, в каком я была просто роскоши, буквально пару месяцев назад, это было просто что-то, я так, я просто поняла, чтобы все так жили всегда, просто, как тогда было, вот, поэтому это да, знаешь, что я хотела тебя спросить, про чеки, как раз, да, мне очень понравилось, то, что я про это в первую очередь затронула, есть такой интересный момент, то есть у меня тоже, вот, первые последователи, которые со мной пошли, я им так сказала, что вот там у Сомна, там для вас будет такая цена, там, за личные консультации именно, да, и вот в какой-то момент, у меня сейчас чек по факту на личную работу вырос в два раза, в сравнении с тем, что я им тогда говорила, и так получилось, что я в какой-то момент начала чувствовать, знаешь, как будто бы, ну, вроде как бы мы договорились, да, что вот я буду такую сумму, ну, в смысле, они будут платить, а у меня какое-то, знаешь, не до конца удовлетворение, я вот думала, как бы нормально ли это, просто вроде мы как бы договорились, а я чувствую, что как будто бы я отдаю больше, чем вот получаю, и я думала, как-либо это надо компенсировать мне как-то, либо переговориться, ну, то есть я людям сказала о том, что, одной девочке прям сказала, говорит, что у меня сейчас консультация стоит, там, пять тысяч, там, мы с тобой как договорились, ну, ты как хочешь можешь заплатить, она мне в итоге сама заплатила, вернее, первый раз мне заплатила три, потом мне заплатила пять, то есть только же, сколько платят сейчас и все, но не все так поступают, это она конкретно, потому что у нее одно из ключевых качеств это щедрость, и она вот вообще про щедрость, в принципе, а вот как быть с другими людьми, с которыми такая вот история, потому что я понимаю, что оно же может быть, или, соответственно, может быть тогда на будущее тем людям, кто идет со мной, не делать прям такой вот цены, да, что вот для вас я ставлю эту цену, а, допустим, просто сказать, что так вот, Ну, какой-то бонус им давай, там, допустим, скидку больше, чем другим, условно. Как вот это бы ты посоветовала сделать? Или, может быть, даже в какой-то момент ты уже не советуешь так делать? Просто так как я по факту в этом совсем недавно, именно про наставничество по женственности, да, то тут мне интересно твоё мнение очень. Ну, смотри, ты делай, ты же развиваешь свои способности и чувствительность, идёшь навстречу интуиции. Ну, смотри, я всегда делаю так, как я хочу, да, вот я говорю, почувствовала, что вот так, да, ну, единственное, что важен энергообмен. Почему? Да. Вот важен, да, что вот если ты чувствуешь, сколько ты дала, чтобы получить... Ну, вот, например, ко мне обратилась девушка из Санкт-Петербурга, мы с ней общались, да, она попросилась. Я знаю, что у неё нет денег, да, что она там в долгах, кредитах каких-то. Деньгами хреновенько, вот. И она начала спрашивать, я ей даю, даю, даю то, за что я деньги получала, то, что там опыт, то, что уже вот... И в какой-то момент, ну, она тоже чувствительная, она тоже из института моего, из биосенсорной психологии, там же, где я обучалась много лет и продолжаю постоянно повышать свой опыт и квалификацию. Вот. В какой-то момент я так буквально на секунду притихла, и я понимаю, что есть диагностическая консультация, где ты просто подсвечиваешь, да, и говоришь, а есть консультация полноценная, да, за которую платят деньги, и тогда там я даю, там ты даёшь, ну, к примеру, да, вот так. И что я много лет делала, да, я, например, давала-давала, но и не чувствовала удовлетворения, потом сливалась, не хотела консультировать. Вот. И тут я девушке даю, 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 ну, как бы вроде как и диагностическое, но я ей даю уже практические советы, что конкретно ей нужно делать, она записывает. Я прям на секунду остановилась и думаю, ну, как-то вообще неравноценно. Ну, она прочитала мои мысли, да, как-то так, да, и говорит, мне это очень ценно, и можно, ну, как бы, ну, за донейшн, да, оплата по сердцу, я с тобой расплачусь, мне сегодня как раз должны прийти деньги. И можно я к тебе буду обращаться хотя бы раз в неделю, и общаться для меня это ценно, и делиться, что у меня происходит, потому что, ну, вот, я в тебе вижу своего наставника, своего учителя, да, вот. Я говорю, да, хорошо, ну, то есть вот так, да, ну, для меня тоже, вот, понимаешь, поэтому ты чувствую, как это. А потом, знаешь, да, вот мне платят, например, да, и кто-то хочет больше. Ну, я говорю, да, хорошо, как вы считаете нужным, да, хочется там. Если нет у человека денег, да, но он там, ну, благодарен, и как-то может ещё, да, вот, ну, вот этот, когда нет вот этого обмена, все себя плохо чувствуют. И человек, который принимает, да, и он, ну, ничем не даёт, да, то есть это же как круговорот, не зря же там и воды, и энергии, да, как и в сексе, да, там, вот сейчас у Чермена я была на ретрите, да, и там тантры занимались без секса, естественно, да, то есть мужчина там даёт снизу женщине, да, она прокручивает и даёт ему, и вот такой вот, да, там, если происходит там и в сексе, да, даже, то круто все наполняется, такой энергообмен, и все заряжены, и все такие, вау. Вот, и общение-то же тоже энергообмен, да, если там ты только даёшь, но не принимаешь, я поняла, почему я слилась, почему я перестала. Я же раньше очень много консультировала, постоянно проведу консультацию диагностическую, а на диагностическое давала просто всё. Возвращались им, как бы, да, я им надавала, насылала полные карманы, и они не знают, что с этим делать. Я в ответ ничего не получала, и, ну, потом уставала от этих консультаций, потому что, ну, это всё неправильно, да, так не должно быть. Я постоянно себя вкладываю и плачу, плачу деньги, да, и когда ты даёшь, и люди, когда получают, но не платят, они не чувствуют этой ценности. Это бесплатная консультация, и всё, и они сливаются. Поэтому ты смотри как. Да, я тебя очень понимаю. У меня даже сегодня был такой интересный пример. У меня есть бадди в академии, у него, короче, был запрос на отношения. И в итоге я проводила, так скажем, исцеление, процесс исцеления, соединение. И так интересно получилось, что вот я провела ему сессию, и я после этого почувствовала какой-то момент, что вот я отдала очень много и не получила. И я прям даже, ну, прожила эмоции свои. И так интересно, ба-бас, и приходят от него деньги, хотя мы не договаривались вообще. Просто приходят деньги, я такая думаю, вау, круто. Причём ему настолько, вообще была поражена просто мужчина, как правило, они же больше зажаты, да, у них там больше блоков и так далее. Но он такие чувства со мной испытывал. Я прям вот прям реально была заряжена, вот то, что происходило. Он говорит, да я даже жену свою приведу, потому что просто невероятно. И вот этот момент, вот реально вроде эмоций, он мне дал, да, заряд, что ему так понравилось. Я потом такая, хоп, чувствую после сессии, что-то не то. Там проплакалась, хоп, приходят деньги, такая, хм, классно, ну, круто работает, да, что вот так вот помогает. Слушай, ещё такой вопрос, спасибо. А вот такой момент, смотри, как ты относишься к моментам, когда люди берут рассрочку, покупают твои какие-то, да, курсы и так далее. Вот, потому что, например, я, ну, у меня ощущение, что когда ты берёшь рассрочки или кредиты, вообще вот такие вот вещи, то это как истерия, ты вот ещё не дорос до конца, но ты берёшь, ведёшь вот в эту историю, то есть финансовый уровень, как будто у тебя ещё не дошёл до того, чтобы взять это, купить, но ты в эту историю впрягаешься. И вот как ты к этому относишься? Ну, смотри, к термену я пошла на VIP-тариф за год, да, у него оплата, там 240 тысяч сколько там было. Я взяла рассрочку. Не хотела сразу заплатить, но я взяла рассрочку, потому что для меня это удобно. Но я быстрее там всё закрыла, то есть термен сразу получил свои 240 тысяч за меня, к примеру, да, вот, а мне удобно было 20 тысяч. Ну, потом я думаю, нет, надо меньше, я там платила, и потом уже вышло там 12 или 13 тысяч в месяц, как-то так вот, да. И потом сейчас закрыла, думаю, не хочу эту историю. Знаешь, я отношусь нормально. И очень часто, когда идут ко мне на сопровождение, на месяц даже, да, я говорю, мы можем разбить по месяцам. Мне надо, да, сделать рассрочку от банка давать, но многие говорят, можно я тебе буду, чтобы с банками не надо, да, там. И говорю, да, конечно, то есть, поэтому, например, моя услуга как сопровождение, да, потому что, ну, за год вот платить и потом тут же, да, получать крутые результаты, и жизнь меняется, да. Я же просто там психолог, да, я бесценсорный психолог, волшебница, могиня, как меня называют. Вот, и у людей всё меняется, да. Есть просто плохие кредиты, есть хорошие. Я никогда не понимала кредиты, когда люди едут отдыхать кредит. Вот это я вообще никогда не понимала. Ну, если про финансовую грамотность возьми, откладывай по 3, по 5, по 10 тысяч каждый месяц. Ты насоберёшь, есть копилки, огромное количество, там, 50 тысяч, 100, там, в день, каждый день по чуть-чуть откладывай, да, это денежный поток. У тебя, кстати, есть копилка какая-нибудь? Да, да, есть. С реальными деньгами, да? А, с реальными, ну, а, среда есть, есть персональные. Я, знаешь, представила, как раньше в детстве были копилки. Да, у меня есть похожие, но не прямо вот так вот, как копилка с монетками, а есть, да. Потому что, смотри, есть копилки, например, или, вот, например, как я собираю деньги? Я их коплю, да? Какое число, такое количество монет я убираю? Десятого 10 рублей, да, двадцатого 20, тридцатого 30. И что получается? Я об этом думаю, я поддерживаю денежный поток, вот, и потом там 5 тысяч, 10, 15. Влажу туда или нет, да, влажу. Вот прошлый год для меня был просто расширяющим нереально. Я себя, важно себя расширять ещё вот про деньги, да? Важно себя расширять. Чем больше ты в себя вкладываешь, тем больше у тебя денег становится. Вот есть такая ёмкость маленькая, да? И люди, которые живут в этой ёмкости, они думают о том, как бы поесть, чтобы купить одежду. Это программа выживания. Но если ты хочешь вот в такой, да, где уже больше денег ты получаешь, тебе важно расширять себя. Чем больше ты себя расширяешь, то ты тебе позволяешь. Вот как у девушки, которая на сопровождении, я с этими кроссовками её New Balance заколебала. Потому что человек полтора года хотел себе кроссовки New Balance полтора года. Это дыра, в которой сливается энергия. Хочу, но не позволяю. Она у меня обучилась на массажисток. В Москве, да, работает массажистом. Крутой массажист, хороший. Крутого, да? Вы с ней посчитали, она за полтора дня эти кроссовки может себе заработать. И она там, ну пусть даже за неделю, вот она думала обо всех. И я уже купила кроссовки. И деньги вот пришли. Говорю, ну купи-то эти сраные кроссовки себе за 22 тысячи. Но человек идёт на компромисс, да? Оказывается, New Balance уже раньше были 10, уже не 10. Муж ей купил за 7 тысяч Nike. Я говорю, а ты хотела Nike? Я хотела New Balance. Ну купи себе эти сраные New Balance. Так у неё что сделал? У неё полетел холодильник. И они за 15 тысяч вложили в этот холодильник. Я говорю, купи кроссовки, ещё что-то полетит. Тебе деньги пришли. Купи кроссовки. Она купила кроссовки и выложила. Да? Поделись. Так, я могу говорить, да? Ты можешь. Нет, конечно. Сейчас я выключу тут наши эти мантры, денежные мантры. Да, всё именно так и было. Хотели кроссовки, да, сходила в магазин, посмотрела. Потом у меня было такое, что я недостойна, ну такие как брендовые магазины, что я вообще недостойна находиться в этом магазине. Ну ещё пошли какие-то вообще вот установки, какие-то я вообще как змеи такие с головы вылезали, выползали. Что я вообще, в принципе, недостойна, да, ни этих кроссовок, там, ни находиться в этом магазине и прочее. Вот. А потом уже, да, вот с Еленой пообщались. Вернулась в тот же магазин второй раз, ну потому что как это, ну ближайший, скажем так, брендовый магазин этой фирмы. Вот. И когда уже второй раз вернулась и посмотрела, покрутила в руках, там, порасспрашивала, что к чему вообще, что с этими кроссовками, почему были 10, теперь 20. Померила, да, у них там, ну хорошая ортопедическая основа, и, конечно, это не в сравнении с тем кроссовкам, которые вот у нас была не Найка, а Колумбия, вот, взять. Вот. Елена сказала, посчитай, ты уже, да, у тебя вот за эти дни то, что я вот думаю, что мне их нет, я, наверное, не буду их брать, это очень дорого. Она сказала, говорит, посчитай, у тебя уже, наверное, эти деньги ушли. И да, действительно, мне, получается, 15 тысяч отдали за ремонт холодильника, и 7-8 тысяч, по-моему, стоили кроссовки Колумбия, которые, конечно, там нет никакой ортопедической вот этой вот основы, да, то есть, ну, подошвы, я имею в виду. Вот, и, да, если так прикинуть, то деньги действительно уже слились, вот именно там, если посчитать, да, там, ну, действительно, 20, там сколько, 3 тысячи уже слились, в общем-то, а можно было всего лишь пойти купить эти кроссовки, в общем-то, то, что оно вышло. Но в итоге, да, кроссовки у меня теперь есть, они шикарные, я их одеваю, у меня раньше, ну, проблемы с ногами, как-то, да, ноги не палят, всё хорошо. С собачкой гуляю по утрам в эти кроссовки, всё отлично. Я тебе больше скажу, если бы ты не купила эти кроссовки, ты бы ещё бы, у тебя ещё бы, ещё бы, 20 тысяч. Я бы чего-нибудь сломала, я уже испугалась, мне штрафы, мне начали штрафы сыпаться, причём такие штрафы, вот просто вот, как это, первый раз в жизни мне пришёл штраф, не пристёгнутый ремень безопасности, я даже не знала, что вообще у нас там стоит камера, оказывается, в этом месте, сколько езжу уже, я не знаю, уже права скоро, 12 лет, получается, 11-12 лет езжу, это вот рядом с нами, оказывается, рядом с нашим домом стоит камера на ремень безопасности. Потом ещё какие-то, я превысила скорость, у меня никогда не было превышений, там, больше 40 кг, там, 20-40, по-моему, да, у меня превышение было 40-60, я там ещё на какие-то штрафы стала попадать. Конечно, удивительно, да, деньги начали вот прям вот уходить, я смотрю, они как будто сквозь пальцы уходят, вот так остановитесь, надо их поймать, удержать. Вот, и да, сейчас всё хорошо, перестали приходить штрафы, перестали ломаться холодильники. А, оплатил супруг, кстати, да. Хотя я на них заработала, там, получается, за два дня я на них заработала, а в итоге оплатил супруг. И стоило ходить полтора года, ну, надо было ко мне на сопровождение прийти, сразу всё изменилось в твоей жизни. Видишь, теперь у тебя кроссовки. Да, да, купила подделку, как Лена говорит, решила с собой передоговориться, купила подделку, подделка рассыпалась буквально, наверное, и годы я их не относила, и у них уже постепенно начало что-то там отваливаться кусочками. Ну, потому что оригинал, это оригинал, это всё-таки платишь за удобство, за качество, как бы. Так вот, да. Дороги тоже гораздо дороже. Расширяйте своё, вот это вот, не живите вот в этом из недостатка, да, только на еду, только на туалет, да, там, и на одежду, да. Расширяйте, купите себе что-то, там, позвольте себе, расширьте себя, расширьте. Вы же это не сливаете, вы же себя вкладываете. Ну, не надо предавать. Очень часто такие истории, хотел человек в машину, деньги пришли, и начинает с собой передоговариваться. Ой, ну ладно, сейчас я могу и на такси, и деньги, они просто пройдут вот сквозь ладони, и ничего у вас не будет. Вот, так что, Ирина, благодарю, что поделилась. А, бля, с машиной тоже была удивительная история, у Елены как раз, Лена Клуб открыла, да, генбогатство, да, точно. И как раз-таки вот первый месяц участия в клубе, я помню, с машиной, да, хотела одну машину, а финансы позволяли, ну, скажем так, подешевле поменьше, подешевле попроще. Вот, я все ходила, ходили, мы смотрели там в салон, да, мне муж говорит, ну, давай вот эту возьмем. Я говорю, ну, а я вот эту хочу. И как раз-таки вот, ну, Лена, да, это тоже было Ленина сопровождение, да, Лена говорит, через хочу. Ну, говорю, вот хочу вот это вот, ну, хочу и все. И действительно, как-то так все сложилось, знаете, как это, как пазлы. И как-то раз, и ту машину, которую хотела, которая мечтала, то есть вот. Круто. Да, очень. А если бы, а если бы действительно взяли попроще, она не намного была там, как потом оказалось, не намного дешевле на выходе уже. И, ну, я думаю, что, да, начались бы какие-то, наверное, опять такого рода проблемы. И в итоге эти деньги бы все равно у нас ушли куда-то в никуда. Вот. Но почему-то я забыла про эту историю, вот, как с кроссовками, да, мне почему-то казалось, что это, ну, как-то не одно и то же. А это же уже было в моей жизни. Как-то. Да. Да. Я тебе водила. Потому что это круто, на самом деле. Класс, ты, да, ты, вообще, милечка. Вот. Лена, я тебя тоже благодарю от всей души, мне просто сейчас уже надо бежать, я помню, да, ты говорила. Вот, ты потрясающая, вообще, очень классные, вообще, советы, и такая ты лучезарная, и прям потрясающая. Очень мне напомнила мою подругу тоже одну, кстати. Я только когда с тобой соединила, живу, сейчас поняла это, что вы очень похожи. Вот, такая же ты, прям, грациозная, красивая, элегантная, прям, вообще, невероятная. Вот, и, девчонки, у тебя потрясающие результаты, просто потрясающие. Поэтому благодарю тебя от всей души за этот разбор. Да, всех благодарю, кто присутствовал. Если есть вопросы, задавайте, тогда, Наталья, вопросы задавайте. Нет, будем прощать. Нет. У меня вопрос, просто тут ветер, слышно меня, да? Да, слышно. Елена, а вот смотри, по поводу пассивного дохода, ты можешь что-то порекомендовать? Источник пассивного дохода. Я поняла. Смотри, ну, как я делаю, да, например, акции, облигации, это долгосрок. Ну, приходят дивиденды. Я, например, два стартапа проинвестировала, и там капитализация плюс 33% годовых. Там один стартап 300 тысяч, 9 тысяч каждый месяц я получаю. Это 33% годовых. Я 300 вложила, 108 за год получаю. Уже один стартап на второй год пошел. Говорят, продлять будете? Я говорю, буду. И потом второй также вложила, да, стартап, но через знакомых. Просто так бы я не стала вкладывать. От знакомого по рекомендации из Академии миллионеров. Вот, он проводил встречу, да, то есть вот так. Там еще какие источники дохода? Ну, квартиру я сдаю, да, одну сдаю, вторую. Это пассивный доход. В Испании не сильно, не часто, не злобливо, но мы периодически тоже немножко сдаем. Мы сейчас поедем, снимем там со счета, да. Поэтому смотри, как вот источники дохода. Ну, клуб, да, клуб я свой люблю, генбогатство, да. Там абонентская плата месячная. Ну, тоже вроде я общаюсь, то, что я люблю, даю советы, там еще что-то. Движухи мучу, кручу там, кому-то там это что-то раскручиваю. И тоже там не раз капают деньги от участников. Кто первого пришел, кто пятого, кто шестого, кто восьмого, кто десятого, да. Да, тоже как источник пассивного дохода. Главное, чтобы был интернет, я, мое желание общаться, да, и вот как-то так. Вот. Какие-то еще, а, ну вот как криптоинвестор два хаба купила. Там тоже монеты что-то капают. Надо посмотреть, сколько там чего. Можно их выводить, например. То есть все, что приносит тебе источник дохода. Ты же в сетевом, как сетевой тоже, да, там что-то вот берешь тоже, да. То, что ты вложила, да, и не трогаешь, и тебе приносит. Что-то у меня еще было, кстати, я как-то писала, я даже забыла. Что-то у меня еще источники дохода пассивного. Ну, трейдерством, не знаю, буду, не буду заниматься. Отучилась вроде бы. Может быть, да. Может быть, да, тоже можно. Можно слить, а можно заработать. Чем больше риск, тем больше процент. Тоже такое правило есть по поводу денег. А потом обязательно, чтобы была копилка, я про это говорю. Вот прям немножко откладывать, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот мне нравится много лет, вот какое число, столько и монет. А там и 5, и 10. И потом мне надо куда-то вложить, я раз туда, к примеру. А там уже 20, 30, 50 тысяч, к примеру. Это быстро очень растет. Взять отпуск, отпуск даже или еще куда-то. Вот. Такие источники. Что-то еще, наверное, потому что я как-то вспоминала. Ой, еще же у меня вот этот источник дохода. Ой, еще вот этот. Рекомендации, да, ты можешь рекомендовать кого-то, да, и получать. Например, у меня подруга крутой риэлтор. И реально она крутой. Она такие ситуации вытягивает. И я ее рекомендую не потому, что, да, потому что, ну, реально она крутая. А она потом, ой, у меня вот этому я вот это провела, а этому, этот, там, какие-то деньги тоже нет, нет, даст. Ну, там немного, ну, мелочь вроде приятная. Там то 5 тысяч, то еще там что-то прилетит. И я не потому, что там за это, нет, а, ну, реально я ее рекомендую, потому что она крутой специалист. Вот. Поэтому, сейчас задай вопрос, дух мой, как я могу, там, увеличить источники своего дохода, к примеру. Спасибо. Отлично. Благодарю, Елена. Как всегда, все очень полезно. И 33 процента, это прямо, может быть, там резки, конечно, такие, про 33 процента, да? Может быть. 2 числа и 9 тысяч 30-го, каждый месяц. Тоже могу работать, могу не работать, но вот пассивный доход, да, это как бы, это хорошо, да. Это прямо мне приятно, да, там, за одну квартиру, за другую, вот эти вот еще что-то еще. Это прямо приятно. Еще есть какие-то вопросы у кого-то? Если нет, то будем прощаться. Я вроде всем дала слово, да. Я просто хотела поблагодарить, вот я из сегодняшней встречи, я вынесла о том, что вот мне лично нужно расширять емкость. Это бесценно. Спасибо огромное. И про пассивный доход. Была просто очень полезная и ценная встреча. Благодарю, Елена. Да, Лен, у тебя очень серьезная, Раиса Захаровна, поэтому мне прям это очень важно. Помнишь, да, я на шиланке-то проводила ретриты. Тебя, Раиса Захаровна, не отпустила. Тебе надо что-то делать, чтобы расширять вот эту емкость. Ты себе просто позволь, и потом у тебя такое начнется закрутиться. Просто позволяй, начни себе позволять. Сегодня, завтра, все, что хочешь. Я когда получаю предложение, да, там вложить какую-то сумму денег, я смотрю, я хочу, хочу. Я хочу этого достаточно. И это даже история не про деньги, да, вот как вот там писали в Академии миллионеров. И я говорю, вот поеду сейчас в Питер, меня там будут награждать, корону подарят. Хотя у меня есть одна дома корона. Вот, корона на сцене, два дня мероприятий. Я захотела, да, я оплатила, я туда еду. Два дня крутых мероприятий с блогерами-миллионниками, селебрити, с актерами, артистами, там, с певцами, да, со всеми. Потусовать два дня хочу, очень хочу. И все. А вот у нас там Светлана есть, да, в чате. Она говорит, а я выбирала, что мне выбрать, ретрит у Чермена или вот Питер. И выбрала ретрит. Я говорю, а я выбираю и курицу, и рыбу. Я и ретрит выбираю, который, правда, я в подарок получила, да, но захотела, я бы и так приехала. Подарок, как победитель марафона, наставник на миллион, да. И Питер я хочу, да. Мне сейчас еще в Москве предлагают. Я хочу, да. Я готова там и заплатить, и участвовать в Москве. Ну, просто мне сейчас надо понять, когда я поеду в Испанию, как только получу визу, я уже, билеты будем покупать. Если я не уеду, я еще в Москве поеду тусовать два дня, там один день. Вот, хочу я этого, да, хочу. И СМИ, и выступления, и концерты, и ужины, прочее, прочее. Я хочу. Я знаю, что чем больше я в себя вложу, тем больше я получу. Это про денежный поток, это про деньги. Деньги – это энергия. Важно уметь и принимать, и отдавать. Тамара что-то смеется, ей там кто-то говорит, или она какой-то инсайт поймала. Тамара, поделись, что там? И хохочет, и хохочет, будто кто ее щекочет. Что там, Тамара? Тебе деньги на карту пришли? Миллион, наверное. Ты счастлива? Ю-ху! Я посмотрела эфир с Еленой Стеменко, и мне пришел миллион, да? Тамара? Тамара был в дискуссии, и частично послушала. Мне пришло, я сегодня в группу скинула, потом посмотрите. Я настолько себе была удивлена, что я вообще все это написала, давно вынашивала идею, вот сделала. Я поняла одно, что деньги приходят на состояние, то, что нужно расширяться, однозначно не ограничивать себя. И плохое настроение, это нормальное событие, просто надо уметь их пережить и идти дальше. Вот реально. Я надеюсь, не надеюсь, я уверена, что у меня все получится, просто у меня чуть-чуть, наверное, другая скорость, Жень. Лена, я тебя обожаю. Лена, я рада видеть, я тоже фотографию обычно вижу. Так что благодарю, благодарю за то, что я здесь вообще, я меня это чувствую, мне доставляет очень много позитива. Дать сложно, но все равно это хорошо. Так. А вот ты себя перекодируй, да, так радостью доставляй, удовольствие. Потом смотри, в своем телеграм-канале я попадаю, там, меняем вибрации, та-та-та-та-та, да, там, повышаем, самоценность, еще что-то, много-много, медитации, аффирмации, слушай, слушай. Я когда чувствую, что начинаю куда-то впадать, да, какие-то новости негативные, еще что-то, чувствую, я тогда замедляюсь, и я начинаю слушать, слушай, так, это не подходит, не хочу, раздражает. Это, 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 и раз все. Деньги идут на состояние, все идет на состояние, самое важное, это состояние, и важно, чтобы оно было такое наполненное. Вот, всех благодарю. Если есть вопросы, задавайте, если нет, то побежим. Побежим, 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 побежим. Ну, все, остальные молчаны. Я отлучусь уже. Спасибо. Хорошего вечера, хорошего дня. Мы сейчас все отлучимся. Могут. Всех благодарю, всех люблю. Самые лучшие, самые классные. Пока. Всех благодарю. Привет из Италии, да? Ольга, хочешь что-то сказать или что, или ты просто? Ну, все благодарят, и я благодарю. Я хотела сказать, что хорошо, когда хоть маленький доход какой-то есть, а если когда вообще никакого дохода нет, как это состояние-то может прийти? Вот я все думаю над этим. Думаю, пойти тогда хоть немножко руками поработать, чтобы хоть какой-то доход был и состояние почувствовать вот это. Конечно. Понимаете, да, ты хоть лотерею-то купи, как мужик сидел, молился, молился. Да, да. Думаю, пойти хоть лотерею купить, что ли. Как сидел в кораблекрушении, молился, молился. Боже, спаси меня, лодка подплыла. Он говорит, нет, я жду, что мне Бог помог, Богу верю. Корабль подплыл, еще кто-то, и никого нет. Ну, так и утонул, и потом попадает, и Богу говорит, ну где ты был, Бог, я тебя просил. Говорит, Господи, я тебе корабль отправил, лодку, плод. Такой тупой, но что поделать там. Конечно, важно лапами, да, не просто, не просто хотеть, а шевелить лапами. Все, благодарю, а то мы так и не просили. До свидания. Благодарю, благодарю. Спасибо, спасибо, Даша. Благодарю, благодарю, благодарю. Спасибо, спасибо, Даша.